Был поздний вечер, когда Ка добрался до места. Деревня тонула в снегу, ни горы, ни замка не было видно, мрак и туман окутали гору сплошь, и мощный замок, там, наверху, не выдавал себя ни единым отблеском света. Стоя на деревянном мосту, по которому уползал от тракта к деревне одинокий проселок, Ка долго вглядывался в эту обманчивую пустоту. Потом пошел искать ночлег. В трактире еще не спали. Хозяин, правда, комнат не сдавал, но застегнутый врасплох и даже напуганный приходом позднего гостя, согласился уложить Ка на полу, прямо между столов, на соломенном тюфяке. Ка не стал возражать. Несколько крестьян сидели за пивом, ему, однако, ни с кем говорить не хотелось, и он, сам стащив тюфяк с чердака, улегся поближе к печке. Сразу стало тепло. Мужики сидели тихо. Усталым, но пристальным взглядом он какое-то время на них поглядывал, потом уснул. Вскоре, однако, его разбудили. По-городскому одетый чернявый молодой человек с актерской физиономией, брови черные, очи вздорные, склонился над ним на пару с хозяином. Посетители еще не ушли, а некоторые из любопытства даже развернули стулья в их сторону. Молодой человек весьма учтиво извинился за беспокойство, представился сыном замкового костеляна, после чего заявил. «Деревня относится к владениям замка, и всякий, кто здесь живет или ночует, в известном смысле живет или ночует в замке. Без графского разрешения это не дозволено. У вас разрешения нет. Во всяком случае, вы его не предъявили». Приподнявшись на локтях, Каа сел, пригладил волосы, глянул на обоих снизу вверх, потом спросил. «Это в какую же деревню меня занесло? Замок. Это ведь здесь?» «Разумеется», — произнес молодой человек в растяжку, а кое-кто из мужиков даже укоризненно головой покачал. «Замок господина графа Вест-Веста». «И что, переночевать? Требуется разрешение?» Переспросил Каа, словно желая удостовериться, не снится ли ему часом все услышанное. «Да, разрешение иметь надо», — раздалось в ответ, причем в голосе молодого человека слышалась легкая издевка, зазвучавшая почти неприкрыто, когда он, разведя руками и обращаясь к хозяину и остальным, добавил. «Или, может, теперь уже и разрешение не требуется?» «Что ж, придется брать разрешение», — зевнув, сказал Каа и откинул одеяло, намереваясь встать. «Это у кого же?» — опешил молодой человек. «У господина графа», — ответил Каа. «Больше вроде не у кого». «Сейчас? Среди ночи брать разрешение у господина графа?» — скричал молодой человек и даже отпрянул на шаг. «А что, это невозможно?» — невозмутимо проронил Каа. «Тогда зачем было меня будить?» Тут Фигляр и вовсе вышел из себя. «Вы эти басяцкие замашки бросьте!» — заорал он. «Попрошу с уважением относиться к указаниям властей. Я вас для того и разбудил, чтобы уведомить. Вам надлежит немедленно покинуть графские владения». «Да ладно комедию-то ломать!» — подчеркнуто спокойно, тихим голосом ответил Каа. Снова ложась и натягивая на себе одеяло. «Вы, молодой человек, слишком много на себя берете, и к вашему поведению мы завтра утром еще вернемся. А хозяин и вот эти господа будут свидетелями, если таковые мне вообще понадобятся. Кроме того, позвольте вам сообщить. «Я землемер и вызван сюда по указанию графа». «Помощники мои со всеми приборами подъедут завтра, а я не смог отказать себе в удовольствии пройтись по снежку, да вот, к сожалению, заплутал, потому и пришел так поздно. Я и сам без поучения ваших знаю, что являться в замок сейчас не время и не след. Почему решил довольствоваться таким вот ночлегом, который вы, мягко говоря, соизволили столь неучтиво нарушить?» «На этом пояснения мои исчерпаны. — Доброй ночи, господа!» С этими словами Ка повернулся лицом к печке. «Землемер?» — недоверчиво переспросил кто-то у него за спиной. Потом наступила мертвая тишина. Однако молодой человек недолго пребывал в растерянности. Голосом, достаточно сдавленным, чтобы не потревожить сон незнакомца, но и достаточно внятным, чтобы при желании его можно было расслышать, он бросил хозяину. «Надо запросить по телефону». Как? Неужели в этой убогой корчме даже телефон есть? Неплохо же у них тут все обустроено. Телефон, впрочем, удивил Ка лишь отчасти. Чего-то в этом роде он, пожалуй, ожидал. Оказалось, телефон висит чуть ли не у него над головой. Прежде то ли от усталости, то ли со сна, он этого не заметил. Если молодой человек вздумает сейчас звонить, он, хочешь не хочешь, обязательно Ка потревожит. Вопрос лишь в том, подпускать его к телефону или нет. Ка подумал и решил не препятствовать. Но тогда нет смысла прикидываться спящим. И Ка снова повернулся на спину. Он увидел, как мужики, испуганно сбившись в кучку, что-то обсуждают. Видимо, приезд землемера здесь целое событие. Тут отворилась дверь кухни, и в проеме, заполнив его чуть ли не целиком, воздвиглась мощная фигура хозяйки. Хозяин на цыпочках поспешил к ней дать необходимые пояснения, а между тем телефонные переговоры уже шли полным ходом. Кастелян спал. Однако младший Кастелян, вернее, один из младших Кастелянов, некий господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавшись Мракауром, доложил, как и где он обнаружил Ка. Незнакомца лет тридцати, весьма потрепанного вида, спящим, как ни в чем не бывало, на соломенном тюфике. Под головой небольшой рюкзак, тут же, поодуль, суковатая палка. Ясное дело, ему это показалось подозрительным, а поскольку трактирщик своими обязанностями явно пренебрег, он, Мракаур, тем более посчитал необходимым во всем разобраться. Побудка, предварительный опрос и правомочная угроза выдворения из графских владений восприняты незнакомцем с чрезвычайным неудовольствием. Впрочем, как выяснилось в дальнейшем, быть может и обоснованным, ибо господин этот утверждает, будто является землемером, вызванным якобы по распоряжению господина графа. Разумеется, по меньшей мере, про формы ради, эти его слова надо проверить, в связи с чем он, Мракаур, и просит господина Фритца справиться в главной канцелярии, действительно ли ожидается прибытие землемера или кого-то в этом роде, а выяснив, незамедлительно телефонировать ему. Наступила тишина. На том конце провода Фритц наводил справки, на этом ожидали его ответа. Ка лежал, как и прежде, не шевелясь, смотрел прямо перед собой и, казалось, нисколько не интересуется происходящим. Доклад Мракаура, где очевидная зловредность перемежалась с вкратчивой опаской, наводил на мысль о своеобразной дипломатической выучке, которой в замке уверенно владеют даже столь мелкие людишки. И в Рвине, судя по всему, здесь тоже нет недостатка. Вон, в главной канцелярии и ночью не дремлет. И, как выяснилось, довольно быстро отвечают на запросы. Звонок Фритца не замедлил воспоследовать. Ответ, впрочем, оказался слишком короток, ибо Мракаур уже в ярости шваркнул трубку. — Я же говорил! — заорал он. — Никто не звал никакого землемера! Это просто бродяга, да еще и враль, если не что похуже! В первую секунду Ка показалось, что сейчас все, Мракаур, крестьяне, трактирщик с трактирщицей, тут же на него набросятся, и он, лишь бы укрыться от первых тумаков, с головой юркнул под одеяло. Но тут, не веря своим ушам, Ка снова осторожно высунулся, телефон зазвонил еще раз. Причем, как почудилось Ка, зазвонил как-то особенно требовательно и грозно. И хотя совсем невероятно было предположить, что и этот второй звонок тоже касается Ка, все замерли. А Мракаур кинулся к аппарату. Он долго выслушал какие-то пояснения, потом тихо проронил. Выходит, ошибка? Как это неприятно, однако. И что, сам столоначальник звонил? Странно, странно. И как прикажете объяснить все это господину землемеру? Ка навострил уши. Выходит, замок признал в нем землемера. С одной стороны, для него это не слишком благоприятное известие, ибо оно означает, что в замке о нем все известно, там уже прикинули соотношение сил, и вызов его принимают с усмешкой. С другой стороны, была тут, на его взгляд, и благоприятная подоплека, ибо снисходительность властей доказывала, что его недооценивают, а значит, предоставят ему большую свободу действий, чем он смел надеяться. Но если они там, заведомо и настолько уверенные в своем превосходстве, рассчитывают высокомерным признанием его статуса землемера постоянно держать его в страхе, то тут они просчитались. Это лишь в первую секунду они его слегка припугнули. Только и всего. От робко приблизившегося к нему Мракаура, Ка теперь просто отмахнулся. Пересляться в хозяйскую горницу, как его не упрашивали, отказался наотрез. Соизволил только принять от хозяина стакан сонного отвара. От хозяйки таз для мытья, мыло и полотенце. Отребовать, чтобы очистили помещение, и вовсе не понадобилось. Все и так, стараясь не оборачиваться, чтобы он завтра кого-нибудь не признал, уже толклись в дверях, торопясь выйти, да и лампа тотчас погасла, и его, наконец, оставили в покое. Спал он крепко, до самого утра, лишь разок-другой слегка потревоженный шмыгавшими мимо крысами.